Полной информации о причинах возникновения рака молочной железы у ученых пока нет. Существует список факторов риска, влияющих на вероятность появления опухоли. Однако у некоторых болезнь диагностируют при отсутствии этих факторов, другие же остаются здоровыми при наличии сразу многих из них. Тем не менее, ученые все же связывают развитие рака груди с определенными обстоятельствами, наиболее часто предваряющими его появление. Фактором высокого риска является генетическая предрасположенность. В группу высокого риска сюда относятся женщины, если в их семьях уже были случаи заболевания онкопатологией молочных желез, а также онкопатология кишечника. Особенно высокому риску подлежат женщины, у которых были подобные случаи по первой степени родства. Это мама, сестра, тетя. Таким женщинам необходимо особо тщательное и частое обследование у специалистов. К факторам риска относятся также и поздние роды. Рождение первого ребенка до 30 лет и грудное вскармливание до 10 месяцев или хотя бы до 6 месяцев значительно снижают риск развития заболеваний молочных желез. Немаловажное значение имеет также планирование беременности и грамотное использование гормональных контрацептивов. Провоцирует развитие рака и аборты. Дело в том, что с первых дней беременности у женщин начинается гормональная перестройка. И организм женщины и гормональная перестройка рассчитаны на 2 года. На вынашивание беременности, на грудное вскармливание. И если прерывается беременность, происходит сбой в гормональной системе. И это ведет тоже к высокому риску заболевания онкопатологией молочных желез. Причем особо опасно является прерывание первой беременности. Опасность заключается не только в онкопатологии, но и в бесплодии. К факторам риска относятся также употребление канцерогена, курение, хронические стрессы и ухудшение экологической ситуации. Дело в том, что все эти факторы ведут к снижению иммунной системы. И иммунная система уже не может справляться с раковыми клетками, которые в организме постоянно образуются. Немаловажное значение в этом вопросе имеет также и возраст. Дело в том, что до 30-летнего возраста возникают только единичные случаи заболевания онкопатологией молочных желез. А после 50-летнего возраста риск значительно увеличивается. Число женщин, страдающих раком молочной железы, с каждым годом значительно увеличивается. Заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Но в ряде случаев признаки, указывающие на наличие заболевания, все же есть. И их можно заметить. Первичная профилактика по раку молочных желез заключается в борьбе с факторами риска, самообследованию женщин, правильному питанию, занятиям спорта. Регулярные физические упражнения повышают иммунную систему и снижают еще уровень гормона эстрогена, высокий уровень которого он способствует развитию онкопатологии. Причем важно занятие спорта еще и для того, чтобы укреплялись грудные мышцы, которые поддерживают молочные железы, что приводит к нормальному функционированию их. Пересмотрите свой рацион питания, употребляйте в пищу натуральные продукты, овощи, фрукты, которые содержат антиоксиданты, и они способствуют уменьшению в организме образования свободных радикалов. Включите в свой рацион питания морепродукты, орехи, разные виды капусты. Включайте в свой рацион питания оливковое масло. В плане профилактики важную роль также имеет и подбор нижнего белья для женщины. Дело в том, что белье должно не вызывать неприятных ощущений, не вызывать дискомфорта, сдавливаний, чтобы не нарушалось кровообращение и лимфоток от молочных желез. Обратите внимание на модели бюстгальтеров, чтобы не было металлических косточек, которые зачастую тоже могут приводить к травматизации молочных желез. По причине того, что многие женщины не работают, являются домохозяйками и не проходят профосмотры, то они могут не подозревать о заболевании. Важным моментом в профилактике рака молочной железы является и самообследование. Нужно знать несколько моментов. Самообследование женщины должны проводить уже начиная с 20-летнего возраста, ежемесячно, в первую неделю после менструации. Проводить осмотры необходимо в нескольких положениях. Значит, сначала нужно встать перед зеркалом и прямо руки опустить вдоль туловища и обратить внимание на форму молочных желез, внешний вид кожных покровов, на форму сосков, чтобы не было никаких втяжений, деформаций. Затем то же самое проделать, став полубоком с одной стороны и с другой стороны, чтобы осмотреть боковые поверхности молочных желез. Затем необходимо все то же самое провести, подняв руки вверх и заведя по очереди за голову, чтобы осмотреть нижние отделы молочных желез и складку под молочной железой. После этого необходимо провести прощупывание молочных желез на наличие уплотнений. Это делается в положении стоя, тремя средними пальцами руки ложится на молочную железу. Правая молочная железа прощупывается левой рукой, соответственно, левая молочная железа правой рукой. И начиная с верхнего наружного квадранта прощупывание проводится по часовой стрелке. Затем необходимо проверить каждый сосок, сжав его по отдельности, и посмотреть, есть ли выделение из них или нет. Все те же самые манипуляции необходимо провести и в положении лёжа. Хотелось обратить внимание, что осматривать и прощупывать нужно не только молочные железы, а также подмышечные впадины и над- и подключичные области на выявление увеличенных лимфоузлов. Насторожиться женщина должна в тех случаях, если изменилась форма груди, изменились её размеры, изменились кожные покровы молочных желез, появились какие-либо покраснения, ряб, какие-то воспалительные изменения молочных желез, появилось изменение кожных покровов в виде лимонной корочки, если женщина нащупала какие-то уплотнения у себя на молочных железах или в подмышечных и над- и подключичных областях. Обратить внимание также на выделение сосков, особенно если они кровянистые. Если вдруг вы обнаружили какие-то симптомы, обязательно обратитесь к врачу-мамологу, который и проведёт полное и профессиональное обследование. Очень часто бывают такие ситуации, когда женщина что-то у себя нащупала или что-то не понравилось, и поход к врачу откладывает, боятся услышать страшный диагноз. И обращаются уже в тех случаях, когда уже поздно и практически ничем помочь нельзя. Но дело в том, что наши женщины должны знать и помнить, что всего лишь 2-3% уплотнений относятся к онкопатологии. А другие какие-либо изменения молочной железы, они могут быть либо доброкачественными опухолями, либо просто воспалительными процессами. Поэтому не стоит бояться, нужно идти к врачу. И специалист вас уже направит для того, чтобы правильно пройти диагностику и при необходимости назначить курс лечения. И существует ещё вторичная профилактика по раку молочных желез. Это мероприятия, направленные на то, чтобы выявить уже существующее заболевание, то есть уже есть какое-то уплотнение, но клинически оно не проявляется. И практически прощупать, пропальпировать мы его не в состоянии. Сюда относятся 2 метода исследования. Это маммография молочных желез или рентген молочных желез. Проводится женщинам, начиная с 35-летнего возраста до 50-летнего возраста, 1 раз в 2 года. Женщины, которые относятся в группу риска по генетической предрасположенности и у них возраст уже более 50 лет, таким женщинам необходимо обследоваться у маммолога и проходить эти методы исследования не реже, чем 1 раз в год, при необходимости, возможно, и чаще. И второй метод исследования – это УЗИ молочных желез, который позволяет выявить уплотнение, начиная от 3 мм. Хотелось бы очень обратить внимание на то, что болезнь сама не пройдет. Если у вас есть какая-то настороженность, что-то вам непонятно, не нужно заниматься самолечением, обращайтесь к специалистам. У нас в городе принимают маммолог в онкодиспансере, есть гинекологи, терапевты. Если что-то непонятно, обращайтесь, пожалуйста, вас всегда направят на дообследование и назначат необходимое лечение. И помните, что заболевание легче предупредить, чем лечить. Большое спасибо за внимание. Будьте здоровы!